Лаббайка Аллахума лаббайк, лаббайка ла шарикалака лаббайк, иннальхамда. Аудзу биллайхи минал шайтан рожим, бисмилляхи рахмани рахим. Уважаемые мусульмане, уважаемые посетители этого замечательного канала. Этот ролик будет посвящен одной очень немаловажной вещи. Это как привезти воду Замзан с Мекки и Медины. А вот эти маленькие бутылочки, вы их еще будете очень много встречать в своем путешествии. Для начала хотелось бы воздать Аллаха хвалу, то что он соизволил именно вам в этом году посетить эти святые места, святые места Мекки и Медины, совершить великое паломничество. Итак, что за это маленькие бутылочки? Почему здесь какой-то скотч, а почему вот здесь скотча нет? Объясняю, что к чему. Первое правило на основе своего небольшого опыта, я вам советую с этого великого путешествия с хаджа особо не покупать различные китайские товары. Самое необходимое и самый-самый хорошим подарком с хаджа, это будет вода Замзан и Финики. Вода Замзан и Финики. Все остальное продается у нас, то есть все, что продается там, тоже самое продается и здесь. Поэтому самым лучшим подарком это будет вода Замзан и Финики. Как привезти воду Замзан? Почему маленькие бутылочки? Теперь объясняю, почему маленькие бутылочки. У вас будет большая сумка, багаж, большая сумка, которую вы будете сдавать в самолет. Почему маленькие бутылочки? Потому что вдруг вы, допустим, возьмете большую полторашку, наберете туда воды Замзан и по каким-то необъяснимым причинам она у вас может или крышечка слететь, или продырявится и вся сумка у вас намочится, то есть вода вылится. Если у вас протечет всего лишь одна бутылочка, это 0,33, то такого большого вреда багажу она не принесет. Она прольется и как бы, ну и все. Поэтому это удобно с точки зрения транспортировки сумки, а также очень удобно как подарок. То есть вы можете перевезти очень много таких бутылочек маленьких, там в зависимости от того, сколько вам разрешено с собой возить, и будете дарить их своим родственникам и близким. Очень хороший подарок. Вот. То есть первый вопрос, почему маленькая бутылочка, вы поняли. Теперь второй вопрос. Зачем нужен вот этот скотч? Очень хороший вопрос. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, крышечки, они очень такие ненадежные. И мало ли там что-то, что-то произойдет, он откроется и может вся вода пролиться. Поэтому все хаджи делают следующую вещь. Сейчас покажу. Всегда берите с собой скотч, берете вот бутылочку и вам надо будет вот так вот это все сделать. Берете бутылочку, скотч и несколько оборотов делаете, показывая, чтобы как-то зафиксировать крышечку. Много делать не надо. Раз, два, три. Потом это все срезается. Вот скотч. И вот так вот бутылочку вы закрываете, чтобы она не открылась. Когда там могут на нее сесть или что-то там кинуть в ваш багаж куда-нибудь, она не откроется. Все, она у вас очень прочно. Вот. Поэтому всегда, ну, это вообще делают абсолютно все. Все, кто возвращается, они вот так вот делают. Поэтому, когда даже вам тоже надарили подарки из Замзам, вы тоже на удивлялись, почему, зачем здесь скотч. Это вот ответ очень прост. Второй, третий момент, это откуда взять эти бутылочки, да? Они это продаются или не продаются. В течение всего вашего путешествия вы будете ходить в мечеть Архарам. Туда, сюда. И по милости Аллаха, там очень искренние, очень щедрые люди, они вам будут по дороге давать вот такие бутылочки с водой. Там вода обычная. Но иногда бывает вода Замзам. Вы что делать? Вы эту бутылочку с водой берете, воду пьете, пустые бутылочки не выкидывайте, забирайте их себе в отель. Или же набираете воду Замзам в самой мечеть. Там будут специально такие, как это называется, паильники, как я их называю. Вот. Набираете воду, берете с собой сумочку и идете в отель. Потихонечку, в течение месяца набираете себе воду Замзам. Не откладывайте это на последний день. Берите каждый день, когда идете в мечеть Архарам, всегда берите с собой воду Замзам, набирайте потихонечку с собой, потихонечку ее переносите, как в отель. И тогда потихонечку вы наберете столько, сколько вы сможете увезти с собой, в зависимости от вашего разрешенного багажа. Поэтому не забудьте бутылочки, скотч, все. Пусть Аллаха Тааля облегчит вам и примет ваш хадж. Субтитры создавал DimaTorzok